Горджово Генесвали! Привет вами солнечного Батуми, где я сейчас нахожусь. Здесь прекрасная погода, несмотря на то, что осень, люди продолжают отдыхать. Причина тому начало учебного года. В Украине он стартует 1 сентября, а в Грузии 15 сентября. Утром же в Батуми фактически жизни нет, потому что две причины. Первая причина – грузины просыпаются очень поздно, рабочий день начинается примерно в 10-11 часов утра. Вторая причина – это, собственно, пандемия, которая внесла изменения в привычный курортный образ жизни в Батуми. Дело в том, что Грузия закрыла свои границы, и граждане только пяти стран без проблем могут сюда прилететь. Это Германия, Франция, Эстония, Литва и Латвия. Ну и за счет таких мер осторожности в Грузии, в принципе, очень стабильная ситуация с коронавирусом. Всего лишь полторы тысячи заболевших с начала пандемии, и ежедневный прирост составляет 5-10 человек максимум. Для того, чтобы с вами покататься по Батуми, я взял этого железного коня, велосипед, и, собственно, на нем я вам хочу показать самые красивые и интересные места в Батуми, на бульваре, которые имеют небольшую протяженность – 7 километров. Здесь находится алфавит грузинский, это же ресторан, который вращается, и смотровая площадка. Институт и жилой комплекс, который очень сильно похож на фестивальный в Днепре. Также здесь маяк 19 века и колесо обозрения. Два интересных памятника находятся в центральном парке – это бюст Тараса Шевченко и Леси Украинки. Здесь же у нас вход, собственно, на бульвар и палатка Красного Креста, где вы бесплатно можете протестироваться на ковид. А вот, собственно, и побережье Черного моря. Сейчас здесь очень мало людей, потому что все еще отдыхают, отсыпаются, и только первые ласочки повыходили, чтобы занять шезлонги поближе к морю. Несмотря на то, что сейчас утро, достаточно много людей катается на специальных отведенных дорожках, на велосипедах, скутерах, и есть еще спортсмены, которые уже начали свои утренние тренировки. А сейчас я нахожусь возле музыкального фонтана, где вечером собирается огромное количество людей. А вот утром здесь ни одного человека, только эти небоскребы, которые появились совсем недавно. Все это новострой, и они были воздвигнуты за последние десять лет. Первое здание было вот это. Это дом юстиции в виде такой бутылки из-под вина, перевернутой вверх ногами. Чуть ниже – украинский ресторан. Надеюсь, вам понравилась наша небольшая экскурсия по Батуми, и надеюсь, что вся эта история с пандемией уже скоро завершится. Наконец-то я смогу прилететь в свой родной Днепр, а вы – поплывать в солнечной и прекрасной Грузии. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова